Радио 54 Театров нам безумно гордостно В том числе продолжает работать Персональная выставка Виктора Кульминация, это пятая персональная Его выставка, где я уже узнала За эфиром 35-36 фотографий Примерно, а всего в личном архиве У Виктора 5 миллионов Примерно, а даже наверное уже больше 5 миллионов уже устаревшая информация Уже больше, вот расскажите мне Секрет для начала Как из такого многообразия Выбрать всего Несколько десятков Из нескольких миллионов Каждый раз, когда я делаю какой-либо отбор На следующий день, 2-3 Я все равно потом просматриваю Что там интересно отобрал Приятно же от самого себя получить позитивные эмоции Я обнаруживаю Что вот эти несколько фотографий Я в каком-то страшном, кошмарном уаре отбирал Их нельзя было отбирать И конечно сильно сожалею Что вот они, к сожалению, уже отправлены И назад не вернешь, если вернешься со скандалом Короче, лучше не трогать И самое страшное, что происходит дальше Дальше на каком-нибудь конкурсе Эти фотографии еще и попадают в число В шот-лист, в самые лучшие Они висят Как бы радуют посетителей Посетители восхищаются А вот между собой, между фотографами Мне, так сказать, вежливо Ну, в основном я знаком с хорошими, приличными фотографами Они мне очень вежливо в личку пишут Что ж ты такой ужас-то отправил на выставку И он у тебя теперь там висит Ну, я вот оправдываюсь Правда? Абсолютно серьезно Фотографы так друг другу говорят Абсолютно серьезно Абсолютно Что за ужас-то, это правило? А кто тебе скажет правду? Подождите Во-первых, это лучшие друзья так говорят Потому что не лучшие и не друзья Если случайно с ними начинаешь делать Они будут врать, что да Ой, какая красота Здесь два вида не друзей Тогда могу сказать Вот самые Ну, самые неполезные не друзья Они врут и говорят, как все здорово Это вот примерно как восторженный зритель Который тоже не так много может быть понимает Ему действительно нравится Я думаю Зрители редко бывают неискренними Но они редко бывают полезными Ну, в плане критическом В плане развития В плане творческого роста Вот А вот не друзья Они могут Они либо Либо честно говорят то, что думают И это тоже хорошо Несмотря на то, что они не друзья Либо еще хуже Они начинают врать на части Вот за любой малейший недостаток Который тоже всегда В любой абсолютно Самый лучший Наоборот, перебарщивают в критике, да? Они просто перебарщивают И все на самом деле Мы способны к перебарщиванию Просто Тут Хорошо бы иметь меру Ну Ну вот Ну прям такая оценка Довольно жесткая получилась Каждый раз говорит Пересматриваю Каждый раз ругаю И все Тем не менее Вы продолжаете сразу отправлять фотографии Не на утро А сразу Опыт Ну я вот Без синонима буду говорить Об одном и том же Опыт И ничего иного Опыт Интуиция На тренированные Тысячи там Миллионы раз И так далее Часто ли ваши работы Используют театры Используют театры И артисты Которых вы снимали Ой Знаете Здесь в чем ужас Я могу честно рассказать В чем Это вот Реально ужас Это не преувеличение В Новосибирске Очень много театров Очень часто Используют мои работы Ну в том числе Потому что По крайней мере Где-то примерно В пяти театрах Вот основных Новосибирска Из Например Из семи Восьми Которые можно считать Такие серьезные Стационарные театры Я там снимаю Практически все премьеры К сожалению Очень часто В городом Одиночестве Соответственно Сравнить с ни с чем И театры Вынуждены использовать Только мои фотографии На большинстве премьер Это на самом деле Один из очень серьезных Ну провалов Недостатков Вообще Вот специфики Профессии В небольшом городе Вот Новосибирск То есть театральная фотография В Новосибирске Не так популярна Как хотелось бы Она не так актуальна Да И не так распространена Как это могло бы быть В нормальных Хороших Жестких Конкурентных условиях Как например Вот Я правда теоретизировал Ни разу не был Как например В Нью-Йорке Там В Лондоне Или еще где-то Где театров Больше Театральных фотографий Больше Или хотя бы Как в Москве Ну а вы сами Как пришли в эту отрасль Почему театр выбрали Почему культурные мероприятия Ну вы знаете Вначале я выбрал театр И прошел мимо Вот иногда так бывает Я однажды В смысле выбрал Но прошел мимо Выбрал и прошел мимо Мне Я занимался рекламной съемкой В коммерческой организации На рекламную съемку Часто приглашают Театральных актеров Просто как Хорошего Красивого И грамотного ведущего Ну понятно Понятно Это был Вот тогда Актер Театра Глобус Вот Я могу ошибиться Может быть Володя Может быть Не Володя Мурашкин И может быть Сергей Вот Сразу прошу прощения Вот И Он работал Глобус Соответственно Я подумал А почему бы Мне не снять Что-нибудь в театре Тогда Когда я занимался Рекламной съемкой Я же уже Наверное Почти фотограф Потому что тогда Ну тогда у меня был Какой-то стаж Достаточно заметный Ну вот С 74-го года Вообще В принципе Начался ваш Фотостаж Вот тогда С чего все началось С того что было В 74-м году У меня начался Фотостаж Коммерческой съемки Что такое стаж Коммерческой съемки Да Мне тогда было 10 лет Мне тогда было 10 лет Мне хотелось Зарабатывать Как зарабатывают Дети Причем в Советском Союзе Они зарабатывают Бартером На мороженое Еще на что-то Иногда За рубль Вот который дает Там опять же На что-то На что-нибудь вкусненькое Вот Я знаю способ Хороший Да Ну я надеюсь Для этого нужна копейка Всего лишь одна копейка Да Значит Моя мама работала В библиотеке В библиотеке Тоже надо делать Иногда Репортажи О проходящей В библиотеке Мероприятиях Ну вот Она меня приглашала Я делал фотографии Все Мы дома у себя Печатали Это вот Я полный цикл Освоил очень быстро Там Ну опять же Благодаря отцу Который у меня занимался Фотографией В свое время Так же как и я Наверное Вот Вы потомственный фотограф Можно Все Ванночки Коробочки Фиксаж Проявитель Закрепитель Этот Глинцеватель Увеличитель Все Перечислил Потому что Потому что Я тоже Этим Занимался В общем В 1974 году Конечно Это был не театр Но это были Нормальные Добротные Репортажи Потому что Они Мои Произведения Они Не в качестве Сохранилось Что-то С тех времен У вас Ну под рукой Нет Не знаю Вот не готов Ответь на этот вопрос Вот не готов Возвращаясь К артистам Вы же Ну помимо театра Еще и звезд Фотографируете На концертах Да А они как-то Ваши снимки Использовали Нет Не знали Нет Быложкая практика Может постер Какой-нибудь Или обложка Пластинки Такая практика Есть Ну кстати О пластинках Вот первая пластинка С какими-то Фотографиями Нет Нет Не готов сказать А вдруг она не первая Нет Вдруг опять Совру Соврать Для фотографа Для рыбака Вот Ну все равно Расскажите про Например Вот есть Замечательная группа Калинов мост Ну конечно В Новосибирске Наверное В Новосибирске Точно очень хорошо знают Вот У них Ну я точно делал Как дизайнер У меня есть еще Прошлый опыт Дизайнер полиграфии Я делал как дизайнер Обложки И в части Из этих обложек Довольно активно Используюсь Мои же фотографии Там предыдущих Съемок Но это делалось Ну как бы По инициативе Там представителя группы Вот То есть Есть Альбомы Вообще работа со звездами Она такая Очень тонкая Для фотографа В том числе Расскажите О ней И можно Нужно же Обязательно сделать Аккредитацию Все это Довольно трудно Значит Смотрите Это безусловно трудно Ко мне сейчас Огромное количество Фотографов Знакомых Незнакомых Периодически Обращаются А как правильно Кандитоваться На предприятии Вы знаете Я им отвечаю Что я скорее всего Не могу конкретно Подсказать почему Потому что у меня Путь оказался Ну знаете Вот естественным путем Был маленький ручеек Он втекает В какую-то С другими ручейками В ревочку И так далее И так далее И вдруг потом оказывается Что ты в море В океане Безбрежным Безграничным Делаешь что хочешь Плывешь куда хочешь С любой скоростью И все замечательно Как рыба в воде Вы говорите на то Что у вас есть доступ На любое мероприятие Вот В каком-то смысле Это есть Сейчас скажу В каком смысле Сейчас мы наверное Говорим о театральных Концертных мероприятиях Потому что есть еще 100 тысяч других мероприятий Ну конечно Мы не берем во внимание Политику и все такое Да Да Не ну то что вы на паспорт Делаете это понятно Мы это 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 будние Кстати совсем недавно Не попал На запланированную Съемку Встречу там Посла Посла в России Швейцарии С губернатором Новосибири Почему не попал Потому что вот Те кто Организовывали это дело Что-то там Не соблюли Букву и запятую В документах Подаваемых И вот я туда не попал Вот это пример того Как я не знаю Куда попалась И не попадаю Вот Это была за последние годы Наверное Вот Единственная встреча Запомнившаяся Моей съемкой Этой встречи Буквально Несколько дней назад Потом дальше были Всякие другие Аккредитованные мероприятия На которые я попал Ну вот Это было не театрально-концертное А с театрально-концертным Вот У меня Лично Очень простой рецепт Если вам интересна Театральная Концертная съемка Начинайте снимать Просто тупо Все подряд В основном Туда, где нет Аккредитации В каком-то смысле Мне очень повезло Тем, что Вот когда-то Безо всяких Аккредитаций Существовал Существовали Гастроли Репетиции И гастроли Театра Славы Полонина С премьерным Тогда спектаклем Чурдаки Такое вот Забавное название И почему-то И от чего-то Там Администрация И те, кто Организовывали Этот спектакль Говорили Приходите Снимайте Все, кто хочешь Все, кто можно Соблюдайте правила Так сказать Этические правила Театральной съемки И вас не выгонят Вы получите Замечательную фотографию Если что-то нам понравится Приносите Будем использовать Ну вот У меня Самое запоминающее Из каких-то там Восьмидесят Ну не восьмидесят Конечно Начало Двухтысячных годов Это вот Вот Это начало Моё театральной съемки Когда можно было Приходить на репетицию Где угодно И как угодно Находиться Тогда я еще не понимал Насколько сильно я мешаю Насколько сильно Меня вынуждены терпеть Артисты Когда Ты просто лезешь Не понимая ситуации Не понимая всего прочего Но вот Слава Богу Там не попинали Поэтому Сильного Отрицательного Опыта От съемки не было А было вот Такое вот Огромное Необъятное счастье Без острых углов Как ваш стол И вот Наверное Это был Один из стимулов Дальше Попробуйте еще раз Попробуйте еще раз И как мне кажется Если много раз Удачно пробовать А потом просто Этим заниматься Часто и много Вот оно Ну и хорошо Как-то кредитация Сама собой Получается В коллекции Виктора Давным-давно Несколько лет назад Уже было Насчитано 3000 фотографий Звезд Сейчас уже Это число Конечно же Намного больше А пообщаться Виктор Удается В такой неформальной Обстановке С кем-то из них С кем-то Вы знакомы Лично Во-первых Удается Во-первых Удается Это очень здорово А вторых Сразу Вы им дарите Свои работы Некоторым А вы знаете Я начинал с того Что я Принципиально считал Что я Не такой фотограф Которому нужно И можно продавать Свои фотографии И начал с того Что я только Раздаривал Все свои съемки Да Раздаривал В правильном виде То есть Можно дарить фотографии Их особенно Никуда не используется Это приятно Но это вот Листочек бумажки Ну в крайнем случае Можно отсканировать Но это все равно Как бы Не первый сорт А в наше время В наше цифровое время Исходник фотографии Он цифровой И поэтому Нормально и правильно С моей точки зрения Начинающим Первые годы Не лениться Не стесняться А просто активно Этим заниматься Просто дарить Лучшее Именно лучшее Из того Что ты делаешь Жестко Отбирая Тем Кому ты снимаешь Если они тебе Этого не заказывали Вот у меня Все первые годы Все организаторы Концертов И те которые Вот например 15 лет назад Со мной сотрудничали Они сейчас Кто-то из них продолжает Кто-то ушел В другие области Ну с кем-то Я вот сейчас Представляю С кем-то Я работаю уже Вот 15 лет Есть организации Они все Могут подтвердить Что почти все Сотрудничество Вот Концертное С ними Это Они меня пригласили На съемку Вы можете прийти Понимая Что я конечно Мог бы Мало ли какая занятость Может быть вечерняя Я им говорю Да я с удовольствием приду И через день Два После этого Я с удовольствием Отправляю фотографии Которые Автоматом попадают И смотрят артисты Смотрят Организаторы И все довольны Все смеются Если что Они их могут использовать Да Они их и могут И используют Это тоже приятно Это означает Что в принципе Спасибо Стандартные Дежурные Никто из организаторов Не скажет Да пошел ты нафиг Со своими погаными фотографиями Конечно Такого не бывает Вот Потому что все вежливые Вот Но главное Спасибо Реальное Не Вот такое Ненарисованная улыбочка Когда твои фотографии Сразу же где-то Пошли Именно сразу же Значит они сразу сработали Вот поскольку Я это наблюдаю Значит я считаю Ну не зря Все это происходит Ну чай с Кипеловым пили Там в Дарт с Леонтьевым играли Нет Ну как-то Не было такого общения Ну вот вы знаете В плане отдыха Наверное я не похвастаюсь И даже И даже не хотел бы Знаете почему Вот очень многие Из групп Которые скажут Да конечно знаем Российских И зарубежных Удавалось с ними Бывать на отдыхе В красивых местах Но вот Дартс я не припомню Я так А я не шучу Потому что Когда общаешься С тремя тысячами людьми Может оказаться Что ты И в Дартс с кем-то сыграл А с кем-то сыграл Там Вот Керлинг Есть такой Модный вид спорта И они тоже там Немножко Бывали Мне кажется Вот кого бы я сейчас Не назвал Это бы Выглядело Как похвастаться Вот почему-то Не хочется Прошу прощения Ну и правильно И ладно Ситуации были Да Были приятные Интересные Которые вот Ох как Кайф приятно Вспомнить И хочется еще Похвалить вас Хотя вам не хочется Хвастаться Да Но про вас говорят И пишут Что вы работаете Днем Ночью Без перерывов На еду И сон Это так И как вам удается Выжить в таком режиме Беречь силы Где вы их берете Вообще Энтузиазм И энергию Ну вот вы знаете Вот максимальный Энтузиазм Энергия у меня лично Берутся только Из того Что я надеюсь На то Что эти фотографии Будут Будут смотреть И они дадут Приятные тоже Эмоции Тем Кто их увидит Если работаешь Много лет То в принципе Эти прогнозы сбываются Если ты не работал Не работаешь Много лет в театре Первый раз пришел Этот прогноз Тоже сбудется Я просто хочу сказать Если вы решили Сходить в театр Сделать театральное фото И принесут ли они удовольствие Вам и людям Сразу наперед Могу сказать Нет такой съемки В театре Не в театре Где угодно Если ты Старался И пытался Сделать Удачную сессию Несколько фотографий Гарантированно И точно получится У кого угодно Даже если фотоаппарат Вы купили вчера И просто Вот не забыли В него вставить Флешку Аккумулятор И так далее Это точно могу сказать Любой профессионал Подтвердит Вот тогда Когда профессионал Между собой общается Говорит Да вот смотри Вот тут любитель Пришел на конкурс И у него уже Классные фотки И Ну о каком опыте О каком-то старании Мы говорим Если вот Приходит и получается Я хочу сказать Что Фотографии получаются Каким-то Загадочным Таинственным способом Вот рецепт получения Удачной фото Которую никто Никто Не знает И тот кто сделал Очень много фотографий Тот кто их вообще не делал Или сделал миллионы И Опыт И И любовь К своему делу Вот В принципе Вот основные слагаемые А удачность Неудачность Конгресс Конгресс Фотографии Ее в принципе Невозможно Ни спрогнозировать Ни предсказать Я хочу сказать Получаться будет Точно у всех У всех просто по-разному У кого-то чаще И больше У кого-то реже И это даже не так важно Одна единственная Удачная фотография С любой съемки С моей точки зрения Полностью Абсолютно Оправдывает Эту самую Съемку Но даже Самая удачная И самая Такая Случайно Даже сделанная фотография Все равно Ужидается в обработке Мы за эфиром Поговорили Украдкой С Виктором Оказывается Это миф Что профессионализм В том чтобы Фотографировать так Что передактировать Не пришлось Какая-то минимальная Редактория Все равно должна быть И вот еще Что я хотела Упомянуть А что я хотела Упомянуть Уже все Забыла Давайте мы Переходим К веселью А я вспомнила Можете коротко назвать Пару мест И пару мероприятий Для которых В которых у вас Работать Прям вот Прям удовольствие Душа лежит Такие ваши Топ три мероприятия Благодатной почвы Для фотографий Ну знаете Благодатная почва Для меня Там где я могу Закрыть глаза И продолжать снимать Это где? Например? Вот для меня Это почти все Наши театры Новосибирские Вот кроме шуток Почему? Почему не знаю Наверное потому что Там есть люди Замечательные Которых приятно Снимать И большинство Этих людей Старые знакомые И даже когда Они здороваются С тобой например После съемки Случайно увидев Ведь у большинства Ну скажем так Сцена Это почти всегда Что-то ярко освещенное Направлены софиты И что происходит В зале Артисту почти всегда Не видно Это одна из проблем На которую почти всегда Жалуются артисты Иногда как вы знаете Артист вдруг Во время концерта Вот к сожалению Театральным Это не дано Дать такую команду А во время концерта Артист вдруг Может сказать Светоператор Дайте свет в зале Я хочу увидеть Для кого я работаю И вы любите снимать зал Да? Я люблю снимать зал Время поджимает А хочется еще Историю послушать Виктор Пожалуйста Забавный случай В жизни По нашей традиции Ой Вы меня загнали В стресс Не могу назвать Ни одной историей Я не шучу Давайте наводящий вопрос Наверное Как раз Какая-то неожиданность Случилась Тогда когда Резко дали Куда-то свет Нет? Вот Нет наверное Но Тогда Забавный случай Скажу так Аккредитация Правило жесткое Которое надо соблюдать Вот Я сейчас конечно Немного себя разоблачу И кто-то меня потом За это побьет И кто-то скажет Так Дмитрию ставим минус Он уже там себя В это самое Он Концерт группы Scorpions Концерты группы Scorpions Новосибирские Проходили всегда С очень жесткой Аккредитацией С жестким Отслеживанием И жестким контролем Мы Аккредитацию Даем на 2-3 песни Вы их снимаете После этого Вы уходите В спецпомещение Сдаете Всю фототехнику И после этого Как обычный Нормальный зритель Вы можете Выйти и снимать Вот Я себе Однажды Позволил Нарушить это правило Вышел 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 Сдав Один фотоаппарат Второй У меня случайно Почему-то Вот оказался Вот здесь Под мышкой И выйдя с фотоаппаратом Под мышку Вот вплотную К фото Вплотную К сцене Вплотную К огромному Количеству охранников Которые охраняют Такие концерты Я достал Этот фотоаппарат Он у меня был Очень немаленький Вот даже с телевиком И я вот так Во все снимаю Между охранниками И вдруг я вижу Охранник на меня Вытаращив В глаза И смотрит Ну ты Ты Дмитриев Он меня знает Я его знаю Потому что я давно снимаю Ну ты уж настолько Не борзей Блин Тут же и правило Тебя же вот скрутят И повесят Ну я отодвинулся Ну вот сантиметров На 20-30 Между головами зрителей Вот для меня Это было шоком Но все закончилось хорошо Ну все закончилось замечательно И группу Scorpions Есть мои фотографии Спасибо огромное Надеюсь мы тоже похвастаемся Вашими фотографиями У нас в гостях был Театральный фотограф Виктор Дмитриев Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM